Всем привет! Меня зовут Виктория, я тренер по IELTS и это видео о том, как именно я готовлю своих студентов к IELTS, как проходят занятия, какие методики я использую и как именно это ускоряет подготовку к IELTS, делает ее более эффективной. Итак, первое. Начинается все с первого занятия, конечно, на котором я определяю ваш уровень спикинг и рассчитываю для вас сроки подготовки. Или же рассчитываю программу, если вы уже определились с датой сдачи, для того, чтобы вы получили максимальный балл. Следующий у нас сроки. То есть до 6 баллов нужно где-то 3 месяца для того, чтобы повысить свой уровень на 1 балл. С 6 до 7 это 5-6 месяцев и с 7 до 8 это около 9 месяцев. Это если заниматься 2 раза в неделю и уделять английскому более 10 часов в неделю, а если это высокие баллы более 7, то тогда от 14 часов в неделю. То есть я прекрасно понимаю, что вам ставят сроки, да, то есть работодатели, там, агентства, все требуют, требуют, но реально быстро подготовить к IELTS это можно только быстро подготовить к формату экзамена, если у человека уже есть необходимый словарный запас и грамматика. Если же этого нет, то словарный запас и грамматика, но они ставятся достаточно долго. То есть вот указаны мной сроки. Тем более еще один такой момент. Если вам нужна шестерка, например, да, для эмиграции в Канаду, то минимальный балл по каждой секции должен быть 6, а то есть готовиться нужно на 6-6,5, да, поэтому, соответственно, и рассчитывать сроки тоже нужно правильно, не на 6, а на 6,5 баллов. Окей, итак, как проходят занятия? Ну, в принципе, мы сначала проверяем домашнюю работу, разбираем все ошибки, да, то есть, ну, проговариваем темы, или разбираем все, которые вы написали дома, то есть, проверяем, сколько хорошо вы запомнили слова, насколько уложилась грамматика, которую вы выучили дома, да, сделали упражнения. И дальше я даю вам следующую тему, да, то есть, объясняю и прорабатываю на уроке с помощью умственных упражнений на визуализацию. То есть, на уроке только разговорная практика. Ну, то есть, мы не делаем письменных заданий на уроке. Следующие методики и, ну, как бы, и постепенность подготовки. То есть, начинается все с подготовки к спикингу, да, то есть, ну, здесь, ну, грамматика – это база всего, и спикинг, и райтинг, и, конечно же, ну, словарный запас для спикинг, он самый простой, сравнительно с остальными секциями, поэтому его мы ставим первым. И, конечно же, здесь параллельно ставятся навыки, то есть, навык визуализации и ассоциирования слов обязательно, он позволяет не только запоминать слово быстро, да, но и правильно его потреблять. И также навык ассоциирования грамматики, также визуализации, также есть специальные упражнения, которые помогают нам запоминать грамматику, да, то есть, и правильно ее использовать. Чтобы облегчить и ускорить подготовку на этой стадии, я даю вам списки слов для изучения по разным темам, то есть, специальные устные упражнения по грамматике, также видеоинструкции, то есть, которые помогают вам делать домашнее дома, да, более эффективно. А, и также методику работы с текстом, это одно из самых важных, наверное, да, то есть, методика работы с текстом, запоминания слов, чтобы сразу закинуть их в активный словарный запас, то есть, чтобы научиться их использовать. Следующее у нас подготовка к writing, да, то есть, в письменной части мы пишем письма и сочинения, или же сочинения и графики, если это академик. Здесь также, то есть, списки тем по блокам, отсортированные, списки слов, примеры, синонимы, опять же, видеоинструкции, шаблоны для написания, там, эссеи, и писем, и графика, и синонимы, и так далее, то есть, полный пакет. Все для максимальной экономии вашего времени. Я, кстати, заметила, что именно перевод слов, он занимает около 30% времени, необходимо, чтобы выучить вообще эти слова, поэтому, то есть, просто списки слов вообще колоссально ускоряют. То есть, ну, здесь, здесь, как бы, навыки, в принципе, те же, визуализация слов, ну, и плюс письменный навык, навык написания, spelling, то есть, тоже работаем, отрабатываем. И в эссе и в письмах, это сложно подчиненные предложения, это выстраивание логической цепочки, то есть, тоже работаем. Все ради высоких баллов. Дальше у нас идет подготовка к listening и reading. Соответственно, здесь тоже я даю методику работы с текстом, методику выполнения вообще самих тестов, конечно же, опять же, тоже списки слов для изучения, к, ну, то есть, по разным типам тестов, к разным типам учебников. Так, что у нас дальше? Я гарантирую баллы по speaking и writing в указанной мной сроке. Гарантией является оплата пробного теста по IELTS. Reading и listening – это больше самостоятельная работа, то есть, ну, крайне редко это, если у человека что-то не получается, тогда я прорабатываю это на занятиях. Но в основном это самостоятельная работа дома, которую я не могу проконтролировать, как вы визуализируете, к сожалению. Поэтому этот момент я помогаю, но это все-таки самостоятельная работа. Дальше у нас основные проблемы в подготовке. Это, конечно же, неправильно рассчитанные сроки, проблемы с визуализацией и отсутствие свободного времени. То есть, проблемы с визуализацией решаются упражнениями. Неправильно, то есть, отсутствие свободного времени решается планированием. То есть, пожалуйста, от 10 часов в неделю выделяйте, когда ваш мозг в рабочем состоянии. И проблемы с неправильно рассчитанными сроками можно решить очень просто и легко, просто сделав пробный тест. Полысением прямо сейчас на ютубе, вводим IELTS Listening 2018 и делаем. То есть, если вам нужна шестерка, через месяц вы уже должны делать этот тест на 5,5-6 баллов. Чтобы сделать его лучше, не забудьте посмотреть стратегию, как его делать, опять же, на моем ютуб-канале. Или в бесплатном курсе с ссылочкой на сайт Абита. Так, дальше у нас. Чтобы записаться на первое занятие, напишите мне в контакт или на имейл, то есть, какой балл вам нужен, какие сроки подготовки и какое время по Москве или Киеву вам удобно. Все контакты, вся информация об оплате, обо мне, также отзывы моих учеников находятся на сайте, ссылочка под видео. Правильно рассчитывайте сроки, уделяйте достаточно времени подготовке, и у вас обязательно получится сдать IELTS первого раза на необходимый балл. А я с удовольствием помогу вам в этом. Удачи в подготовке!